Победная высота. Уральские альпинисты покорили самую высокую вершину Южной Америки, гору Акункагуа. Подняться на высоту 7 тысяч метров молодые люди смогли за неделю. Какие трудности их ожидали в пути, расскажет Радик Шараев. Ну что, тяжко? Южная Америка, Аргентина. Восхождение на гору Акункагуа. Каждое движение альпинистам дается с огромным трудом, не хватая от кислорода. За плечами огромные рюкзаки и снаряжение. Высота 5 тысяч метров. Но до заветной цели еще несколько километров. Это лишь середина трудного пути. Сложность была в погоде, в низких температурах и в больших перепадах температур. Для этого мы специально закупали снаряжение. Была высотная палатка куплена для сильных ветров, которая могла стоять на этой горе. И была куплена специальная обувь, которая рассчитана на низкие температуры. Покорять Акункагуа, самую высокую гору в западном полушарии, отправились трое молодых людей. Все они увлекаются альпинизмом. К штурму вершины готовились основательно. Около двух лет. Закупали снаряжение, костюмы. Собирали деньги на билет. На это у альпинистов ушло порядка 150 тысяч рублей. Экспедиция ребятам предстояла долгая. Местная кухня не пришлась по душе. Поэтому зачастую альпинисты устраивали себе праздник живота. И сами варили суп в палатке. О, поехал, суп. Зайти на гору молодые люди планировали за 15 дней. Но получилось в два раза быстрее. Говорят, сказался опыт. Вставали с первыми лучами солнца. Днем идти было трудно. Солнце обжигало кожу. Погода вообще оказалась непредсказуемой. Днем столбик термометра достигал 20 градусов тепла. А ночью до 15 мороза. Шел снег, дул сильный ветер. Но акклиматизация прошла быстро. Всю экспедицию ребята держались вместе. Но последние метры оказались самыми трудными. Товарищи под отстали. Семитысячную вершину Аконкагуа Руслан покорял уже в одиночку. Ощущений мало, поскольку недостаток кислорода. То есть, пытаешься сосредоточиться с каждым шагом, чтобы не оступиться, не упасть, не травмироваться. Ощущения в основном все возникают уже внизу. Когда уже приходишь в лагерь, тебя встречают. Ты приходишь и отдохнешь, и понимаешь, что ты это сделал. Несколько лет назад ребята уже покорили Эльбрус и Килиманджаро. Теперь в их постурном списке есть и Аконкагуа. А в следующем году они собираются на гору Маккинли, высочайшую точку Северной Америки. Радик Шараев, Юрий Чернышов. Информационная программа «День».